Запутанная история приключилась с жителями дома номер 3 по улице Колесаново. Галина Анохина владеет этой квартирой, но бывает здесь редко. Обычно за свет платила сущие копейки, ведь электричеством в квартире женщина практически не пользовалась. Мы платили, у нас сто по нулям было, плацто. Как с папой случилось, я уже два года жил как с мамой. Все нормально где-то в течение полутора лет. Она приходит, а там дневное показывает примерно на 30 киловатт. И ночное также. Я сразу засомневалась, попросила знакомых посмотреть. Тоже самое еще на следующий день увеличилось. Увеличение показаний не в 2-3, а сразу в 30 раз женщинам показалось подозрительным. И они сразу же обратились в управляющую компанию. Там сперва ответили, вне зависимости от выстоятельств, платить нужно по счетчикам. Потом все же обещали разобраться, но процесс затянулся. В конце концов, хозяйка наняла частного электрика, который вынес вердикт. Счетчики двух соседних квартир перепутаны местами. Последние показания, которые оплачивали собственники 67-й квартиры, принадлежат соседям из 68-й. А незадолго до того, как началась путаница с показаниями счетчиков, в доме закончился капремонт. Подрядчик допустил ошибку, за которую пришлось платить жильцам. Я позвонила, мне дали телефон в ту организацию, которая делала вот этот ремонт. Они говорят, теперь обращайтесь не к нам. Мы свое дело сделали. Если что не так, пусть район разбирается. Кто виноват, понятно. Но вот что делать жильцам? С этим вопросом мы вместе с собственницами пришли в офис управляющей компании. На этот раз все решилось гораздо быстрее. Единичная ситуация о том, что региональный оператор у нас неправильно подсоединил вода в электрощетчик. Сейчас ждем выхода регионального оператора. Они переделают. Мы от себя идем, составляем акт, минусуем это и все, делаем перерасчет жителям. Так легко и где-то даже рутинно завершилась история с почти детективным сюжетом. И хоть добиться справедливости было непросто, упорство наших героинь было вознаграждено. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.